Мы уже здесь, в Барселоне, в самом центре. Нас, кстати, сюда привез автобус из аэропорта Т-1. Мы его, кстати, быстро нашли. Сейчас в Москве было минус 9 ночью, днем в Бургане 6, а здесь, в Испании, уже плюс 22. Вот у них тут настоящая весна, несмотря на то, что всего лишь марта на дворе. Мне реально уже в жарком кухне. Здесь у меня будут майки, я, наверное, буду ходить сейчас в майке. Реальная жара. Ну, в общем, я как дурак в куртки хожу, здесь 22 градуса. Сейчас будем пытаться найти наш отель, поедем на метро, наверное. Я думаю, что Даша все спланировала, она все в курсе знает, как въехать. Попробуем добраться до отеля. Не получил, он купит билеты, 50 евро, короче, не принимает. Поэтому Дашка сейчас разменивает. У них там кафешка, в метро, короче, здесь накатит пипка, я понял. Ты поняла, какую ехать? Ну, вот пока, да, надеюсь, мы не забыли. Каш-авальтеры, без тачки ехать, еще так. Едем в какую-то сторону непонятную? Не, в понятную сторону едем. Куда-то в центр, да, мы едем? Уже в центр, то есть не на конечной станции, по другому реакции. Даша, как всегда, подошла, где присоединиться, где посидим. Три секунды прошло, уже греет поп. Даша здесь. Поехали, Даша, если ты знаешь, поехали. Сережа, что ты меня спрашиваешь, я знаю. Я тебя спрашиваю, я не знаю, как едут. Вот это поворот, оказывается, никто ничего не знает. В общем, уже полчаса блуждаем по метро, это первое место по запутанности снимает. Я не знаю, насколько в Москве метро проще, понятнее, доступнее, сделано, чем здесь. У каждой платформы, блин, два пути, в одну сторону, в другую, надо понять, в какую тебе сторону ехать. Поезда ходят редко, на роботах до хрена, воняет мочой, в общем, такое, веселье то еще, короче. Бывает наш поезд, надеюсь, что на нем мы доберемся, наконец-то, до отеля. Вообще, как будто электричка, да? Электричка. Так места? Сейчас на улице поедет. Какого? А зачем она на улице поедет? Ручше лететь. Даша почти уже заслужила на новый бэджик с ледопой. Запутаться так, чтобы вообще просто больше маску вернуть. Нет, даже с ледопой. Титан не сказал на переходе, что нужно сюда идти, я поднял. Я не знал куда идти, вообще не понимаю, вообще метро не понимаю. Так, возьмем туда, возьмем такси и поедем в отель. Я тоже не дружу, а это не могу. Реально. Почти полтора часа мы добирались, наконец-то мы попали в отель. Не хочется запутанные номера, забыл. Стремный негр донес наши чемоданы, вот мы остались наконец-то ранее. Так, а что тут у нас, Даша? У нас такой вот номер необычный. Посмотрите, у нас стену из мрамора ягод. Я такой первый раз сейчас не говорю, я вижу, но обувь какие-то заметно. Так, здесь у нас ванна. Между прочим, есть туалет и пиде. А ванна у нас, я так понимаю, из-за вот такой шторкой. И тут какая-то, кстати, система душа необычная. Я так понимаю, что она массажная. Праповая необычная, смотри, если и праповая, сюда. Ну, это такой стильный отельчик. Здесь телефончик. Алло, нам, пожалуйста, еще не станет заказать. Нам все не принесло. Терпается. Так, телик. Я так понимаю, здесь вещи, бар. А тут что? Опа. А тут, походу, делаешь что-то интересное. А тут просто картинка. Ну, то есть, эта штука, она как-то передвигается и просто, значит, закрывает. И все. Интерьерная фишка, да, короче? Интерьерная такая фигня. Я сейчас беру там хотя бы шкаф. Если ничего там нет, просто вот, если тебе хочется, можно ее двигать туда-сюда. Это большая площадь. Даже для Европы, наверное, вообще, у них отели, конечно, в уровне нижнего. Я в Барселоне, норм, отели 15 квадратных метров. 18. То есть, у нас 25, и это сегмент стандарта. Это для отеля, то есть, не каждый. И окна в Барселоне часто во двор. Ты видишь это? То есть, у нас, как бы, часть в отель, а часть он туда на террасу. То есть, я думаю, что мы можем еще подняться на террасу. Посмотреть, что там и как. Надеюсь, что ничего не было. Ну, да, выход прям внутренний двор отеля. Сейчас узнаем, работает там бассейн. Наверное, скорее всего, нет. Кстати, мы находимся в одной здании со средней школы. Возможно, здесь по утрам будет шумно. Потому что вот там вот баскетбольное кольцо. Ну, телик, обычно. Соня старенький. Так, тут у нас мини-барчик. Посмотрим, что у нас тут. Ну, такое. Очень маленький бутылочек. Ну, ты понимаешь, что он платный, да? Ну, конечно, платный, понятно. Все, в общем, как везде. Ну, такой нормальный номер. Мне, честно говоря, нравится очень сильно. Не видел эту новую фишечку нашей? Какой-то? Красный. Как это называется? Лофт стиль. Лофт стиль, да. Очень модный. Это, кстати, африканская кожа. Весь отель в таком африканском стиле сделан. Типа фишка отеля. Он снизил тоже кусок чего-то древнего. И мы еще не знаем чего. Но чего-то, наверное, очень-очень древнего. Сейчас, смотри, я здесь хочу. Погода хорошая, конечно. В Москве сейчас такой колотун. Здесь, не знаю, в принципе, уже как у нас май. Идеально. Ну что, нашли мы кафешку, да? Да. Дашка заказала себе винище, но ее пока привезли капучино. Да, у меня есть какой-то. А я, как всегда, ну давай. За 5 дней. Что мы ждем? Насказали пасту. И остальное, что-то непонятно. И остальное, что-то непонятно. Салон этого сыра. Что в нем будет? Два нареза сыра и непонятно. Откнули пальцем наугад, короче, да? Ну да, там непонятно, что на улице не написнет. Я долго себя выбираю. Потом просто с ним пальцем какой-то стейк, не знаю, за 8 евро. Посмотрим, что мне принесут. Принесли нам салат. Салат может заточить, к сожалению, я забыл его снять. Вот, Дашка сейчас ест пасту. Это с учетом того, что она отложила мне. То есть порции такие за 5 евро достаточно крупные, да? Я ела большие. Мне кажется, мне прям всю пачку сварили. А мне принесли стейк. Не знаю, это здоровенный кусок мяса, яичница, картошка. Блин, салат, е-мое. У меня еще паста Дашкина отложена очень. Мне пикпец, по-моему. А что у нас еще? Все. Слава Богу. Ты уверен? Еще вино. А, вино еще, да. Ну что, за приезд? Конечно, это нормальное вино. Нормальное вино. Да, не седушное. Странно пахнет. Но это не око, а хорошая. Видно даже по бокалу, что он готов к населению. И вообще шикарный вино. Ну что, день второй. Сегодня едем в магазин «Девчая». Мне нужно купить кое-что для камеры как бы. Постараемся найти. Находится где-то на окраине. Барселоны. Вот поедем сейчас сюда. Очень много памятников у них. Это, как я понимаю, фонтанчик, откуда можно пить. Он просто не работает пока. Девочка держит лягушку, а из лягушки должна идти вода, как я понимаю, вот отсюда. Какая-то кнопка есть, но не работает. Если переход очень длинный, у них обустановлены эскалаторы. То есть ты можешь как бы идти как овощ, а можешь нестись справа или слева по эскалатору. Не знаю, что это вишня, не вишня, но цветок красиво. А вон там белые. В общем, искали всякие приблудки для моей камеры, так и ничего не нашли. Этот чувак все продал вчера, как он говорит, блин. Но сегодня день все-таки оказался успешным. Зашли в Outlet. Найка и Дашке купили кроссовки. Все одеты по-зимнему, короче, не знаю. Мы одни, по-моему, ходим здесь вот так в летние одежды. Потому что сейчас градусов 20. А мне жарко. Сейчас градусов 20-25, не знаю. Это, наверное, и старая модель, но за такие деньги, мне кажется, это просто зашибись. Девочка с кроссовочками. Дашка нашла клубнику великана. Это у нас площадь Каталонии, центр Барселоны. Каталонии, центр Барселоны. Как бы начался них, например, до этого курса жителей. Быстрее. Каталонии, центр Барселоны, центр Барселоны. Сこшу. Подроводные рынки, центр Барселоны. Третья. партнер кафе вот дашка пошла искать само слово рамбла переводе с каталунского это русско то есть когда-то здесь шла река и в барселоне много самом деле будет с которым нам надо каталуния это бывшая посудила даже не столько реки сколько это каналы по которым вода спитала они идут все в сторону мой этот канал остался до сих пор находятся где-то метр 4-5 вот прям под нами станция здесь была барселона нашли крепостные стены а вот эта сторона это у нас район провалил да вечером ходить не рекомендуется адресистом вот роваль с приводе салют что это руин роваль очень долгое время он появился здесь примерно в четвертом веке и очень долгое время он был за крепостными стенами спасибо удачи эй камера давай камера эй камера конечно вообще спасибо по легенде проходила дорога которая вела в город барселона здесь были перекошены мостики и вот тот человек который по дороге едя в барселон и воду из этого патра чем примечательно поездки поездки я так вышки помачиваю вам не сильно понравилось было нет реально боюсь здесь скажем так здесь очень непростые отношения между каталунией и испании но флаги висят да это вот это вот то же самое как мы поговорим еще да я вам скажу но каталунии по крайней мере считают что уже больше трехсот лет они не опубликованы испании каталунии с 1114 года у меня не было традиций традиций своих мертвых на кладбище как мы сейчас так до лего мы трогали своих мертвых вдоль дорог керналонцы ну сказать что небережливые это ничего не сказать то есть когда кафе отсюда выезжало то есть весь внутренний интерьер был снят и вывезен в 1936 году когда началась гражданская война это кафе стало таким вот очагом свободомыслия здесь собирались еще многие писатели художники поэты здесь собирались и политические вопросы даже больше политики было чем искусство и все это привело к тому что когда власти в эстонии таки пришел франк по его приказу здание было снесено здание было снесено вместо него была поставлена ужасная франция и уже в 70-е годы наша мэрия спрашивала восстановление привлекательности для туристов снесло старое здание и полностью по фотографиям по оригинальным рисункам было восстановлено оригинальное здание которое строило в.н. 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 если мы отойдем чуть-чуть подальше вы увидите картина далеко Вот так рисовал Папа Пикассо. Тринадцать минут. Вот здесь на этой карте разводим Каталунию и Арагон лучшие годы ее правления. Мы находимся вот здесь, в Барселоне. Вот эта нижняя часть – это Каталуния, вверх – это Арагон. Минорка, майорка и янгрица. Сицилия, Сардиния и Курсия. Весь экран и не знающий адрес. Курсия, включая даже участие, которое сейчас является Францией и Сталией. Это все были владения Каталуния и Арагона. Да ладно, Сардиния тоже? Да. А кстати, вы знаете, что на Сицилии? На Сицилии? Да. Не знаю. Ворота можно тремя способами. Ну, это же нереальные ворота, да? Ну, то есть… Ворота можно тремя способами. Первый способ – ментально разгадать загадку из-за шифровки. Второй способ – Курсия говорит о том, что он отречет королевских кровь, может, головы переключено, а подойдет и ворота откроются. А, отпечаток чьей вообще руки? Никто не знает. Есть еще третий способ, который вспомнился совсем недавно. Слажда? Слажда. Видите, замочная сплажда. Вот на храме Саграда Фамилия есть несколько ворот подобных, созданных этим же скульптом. И там есть файлные ключи. Вот, возможно, какой-то из ключей, который файл на Саграду Фамилию. Вот эти черные пятна на стене – это в те времена сжигали ведьм, короче. То есть, это черные пятна остались в костру. Так что, если Даша будет себя плохо вести, появится еще одно черное пятно. Мы, кстати, взяли курс метриптеров. С нами был Кирилл. 27 часа нам рассказывают про Барселону. Мы узнали абсолютно все – про Визу, про старые горы, про готический квартал. Устали просто, как ходим. У меня просто сил вообще уже нету. Мы с самого утра все на ногах. Мы даже с любых лет успели наскочить, заценить. Ова! 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 Сколько кроссовки вышли? Перевод на русские деньги. То есть, это 43 гетра. Вот, поэтому мы сейчас зашли в КПшечку под названием Моха. Он находится на главном бульваре, на главной улице Лан-Рам-Лан. И мы сказали рыбку. У меня вот такой вот красивый стейк. У Сереги тоже очень клевая что-то. У меня что-то вот такое тоже рыба под каким-то соусом. И понятно, картошка это или что-то еще? Картошка, картошка. В общем, завтра у нас планы пойти на рынок бракерия. Бракерия, мы не поняли, как называется. И вот, видите, там все вкусные пашки. Взяли с Англии. Дашка долго возмущала, что я взял пол-литра. Но тут на самом деле лед, фрукты, поэтому... А я взял домашнее винишко. Тоже нарпяшку, но я думаю, что понеслась. Даша попала в рай. Это просто лютый ад. Тысяча людей, тысяча витрин. Красотка просто. Никогда сюда не переводите свою девушку. Вы садитесь с ума просто вместе с ней, пока будете выбирать. Это просто лютый ад. Мужской ад на земле. Дашка что-то понюхала, уже ей наливают. Уже не пить. Уже прихватили какую-то шнягу, не знаю. Ну, возьмешь, да? Я пойду Герленовичу пойму. Давай, давай. Прошло 6 часов, господи. Покупили все, что нужно на 180 евро. И теперь едем обратно. Пытаемся дойти до нашего отеля, блин. Так, ребята, в нашем отеле находится, оказывается, средняя школа. Здесь вообще в порядке вещей вот так уходить на улицу и тусоваться на земле. То есть это их зона. Они сидят оба на асфальте, ребят, 13 тепла. Сидят, тусуются, разговаривают, что-то пишут. То есть у них своя жизнь. Ты идешь по проезжей, вернее, по тротуару, и рядом вот так вот сидят тучи, тучи детей. То есть у школы нет своей зоны, как в России, которая огорожена забором или там огорожена, я не знаю, хотя бы клумбами. У них вот так все просто. И люди достаточно лояльно это реагируют. Хотя, мне кажется, в российской реалии это просто невозможно, когда вот так дети высыпают на улицу. И причем, во внимание, рядом дорога. И как бы в шоке. Вתי-пофски. О, в России бaucoup. И вот так сейчас они десять лет. Они л fact não делают. Их не надо было. Они много лет! Они были на улице Хамглаком. Они выехали. Они могли, в принципе, бухгин. Они могли, в принципе. Они были на улице, которые были на улице Хамглаком, Они были на улице, которые были на улице Хамглаком. Скоро будет еще дом мимо проходить, вот так же, в той проспекте Агана, в которой я ел ее отодвинуть. Это вот внизу, видишь, здесь на сериалке. Сюда не улетит, когда зашли внизу власть. Дерево, усыпанное мандаринами, прикиньте. В Москве минус 6, по-моему, да, было, а здесь уже плюс 15, мандарины. Хорошая погода. Какие-то школьники тут. Видно, то ли школу, то ли институт, непонятно. Куда жди-то дома Мила. Что с ним не так? Посмотрите, какой он классный, офигенный, здоровский. Здесь вот в волне вот такой вот офигенный. Смотрите, у него крутые балконы, сколько народу на вход. В общем, отвалили 50 евро за вход. Не знаю, Даша отвлекела, когда поняла, что это 50 евро, а не 10 евро, как она думала. В общем, идем посмотрим, что внутри. Наушники. А вот, какие-то наушники. 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 Тракторdetermинства. Эта крыша специально архитекта спортировала так, что на том храме была оборачена дата, ее оттуда видно, а вот если там посмотреть, то там храм виден для Святого Семейства. И архитектор последние годы жизни посвятил все храму Святого Семейства. Да, вон вдалеке видно саграду фамилию. Такая интересная крыша, да? Необычная. Необычно все сделано так. Здесь четыре стихии, да? Земля, огонь, небо, воздух, вода, трясение. Да, вот эти звуки, это короче изображает то ли огонь, то ли что там, да? Непонятно. Сейчас посмотрим. Да, это, наверное, земля. Да, точно. Это вот написано, что это земля. И каждая башня, она обозначает одно из состояний. Огонь, вода, небо, земля. Пойдем посмотрим, что там внутри. Пойдем. Пойдем. Ну, давай, листик сверху. На листик сверху было без солей. Конечно. На листик сверху было без солей. Развитый сигнал. Это, в общем, в чем черпал вдохновление Гауди. То есть, все вот линии дома его похожи на какие-то кости, какие-то корни, да, вот какие-то природные фишки такие. И поэтому дом смотрится так оригинально, потому что все, он брал из природы. Дом напоминает скалу, которая омывается морскими волнами, изрыта пещерами и поросла подводной растительностью. Фасад коса мела без прямых линий и углов. Он будет течет и переливается. Эффект был достигнут благодаря плавным изгибам, которые переходят один в другой, округлую форму и декоративным решеткам в виде морских водорослей. В косаме ла целых три внутренних двора Патио. Они созданы для того, чтобы внутри дома было светло. Сюда выходят окна хозяйственных помещений, тогда как жилые комнаты глядят на улицу. Можно посетить квартиру музея. В ней полностью сохранены интерьеры начала 20 века. Кровать, шкаф, журнальный столик, софа и даже старинный телефон. Время в комнатах словно остановилось. Гауди полностью отказался от использования несущих конструкций. Вся нагрузка приходится на каркас, внутренние колонны, наружные стены. Гауди сделал реальную свободную планировку комнат. Для него это считалось невозможным. Еще одно революционное для того времени решение то, что в каждой комнате дома есть окно. Весь дом буквально залит светом. Сейчас это воспринимается как данность. Однако в начале 20 века часть помещений в зданиях были абсолютно глухими. Также новаторской была система вентиляции. Жильцы дома по сей день могут свободно обходиться без кондиционеров. Дом Нилауни Калин еще тем, что он до сих пор используется по прямому назначению. Большая часть здания принадлежит банку. Однако несколько квартир на верхних этажах снимают простые барселонцы. Ищем магазин DJI в Барселоне. Приехали в какой-то район. Походу район такой крутой. Такие домишки интересные. Дашка вон даже свою камеру расчифрила. Там снимает. Здесь уже нет туристов. Одниместные. То есть так уже можно посмотреть как живут настоящие испанцы. Центральный район, туристические зоны. Здесь такое все аудентичное. Такой район походу не самый бедный. Прикольно здесь. Нашли в магазин DJI, но оказалось здесь столько дронов, всякие роботы, всякие прикольные штуки. Соответственно, для моей камеры здесь ничего нет. А я ищу именно примочки для камеры. А так магазин очень крутой. Всевозможные конструкторы, из которых может делать роботы, погрузочные машины, там что-то еще. Вот эта хрень ездит по линии нарисовать, она ездит по этой линии. Вообще магазин очень большой, много всего интересного. Ну, соответственно, всякие коптеры, все это здесь навалом просто. Дашка, он подсела на роботов, там она фотографировала технику какую-то строительную там. И все, Дашку нашла и гружимся. Пошли. Такой тихий, комфортный район вообще на самом деле. Здесь, наверное, жить прикольно. Туристов здесь нету, здесь только местные живут. Тихо, спокойно, магазинчик, много кафешек. Такой хороший район. Устали, зашли попить кофе. Так вот, местный кофеек. Тогда уютная кафешка, да, местная? Для домашней. Милые девочки работают. Да и вы какие-то привычки. Смотри, одна такая. Пошли. Синамон. Синамон. Что это? Ну, это такая местная дуга петельника. А ее надо кидать внутрь? Нет, надо есть. Пойду. Ну, давай рискни. Да? Ну, это песняка Синамон. Ты не делал Синамон? Нет. Темные. Сейчас уже вечер, да, но погода шикарная, да? Очень неплохо. Уютно, комфортно вообще здесь, конечно, гулять одно удовольствие. Хорошо, что мы приехали не летом, да, когда жарища? Да, по марту. Такая погода прям отличная. Сейчас начало марта, буквально 5-ое число. В Москве снега все залетает. Ходить так там просто невозможно. Надо надевать шуму, штаны, шапку, шапку. А сейчас я люблю бассейлоны. Они легкие, просто плача. Сверху обычный кардиган. И не особо комфортно, и не полно, и не жарко. Так что вообще рекомендую приезжать вначале матовую бассейлону. Потому что реально круто здесь гулять. Это типа такая, как я здесь сегодня. Здесь очень с нами такие вещички. Это моя страна из карнира. А-ля наш влашинный рынок. Кстати, у нас есть вот такая вот башенка. Французская дома стоит. Просто чуть побольше. Мне ее подушку подарила. Мне кажется, что эти вещи отдают. Здесь все есть. Начиная от Иисуса и кончая капканом. Вон лежит здоровый капкан. Какие-то буддийские фишки, да? Смотри там. Ну да. Такие прикольные магазинчики. Слоны разные. Вазы. Я такой матрешку вижу, но она явно не из России, она откуда-то из Африки. Не знаю. Папа Римский. Вон тарелка, видишь? Вон тарелка. Вон тарелка. Вон тарелка. Центральная улица диагональ называется. Вот мы выходим именно на нее и идем сейчас до отеля нашего практически по прямой. Очень много мотоциклистов у них, да? Прям вот. Пол страны ездят на мопедах, на мотоциклах. Вставай. Смело встань. Пошли, нам еще идти до дома далеко. Нет, нам вот так можно пройти до дома. Пошли. Пошли. В общем, пришли мы в отель пешком. Туда мы ехали на метро. Выяснилось, что в Испании иногда проще пройти просто по улице. Не спускаться в эти подземелья страшные, с туннелями, с переходами. Хочу себе гугл-карту видеть по ней. Потому что есть спускаться в метро, там туча развязок. У них отдельные электрички, отдельно метро. Много-много линий. Пока ты разберешься, пока ты пройдешь через эти переходы, вы сверху уже дойдете. Гораздо быстрее. Туда мы ехали где-то минут 30, да? Вот сейчас обратно дошли, ну, минут за 20, наверное, дошли пешком. Да. То есть, действительно, если иметь Wi-Fi и хорошую карту, например, Google, то спокойно дойдешь. Но внизу мы еще не потерялись. То есть, мы чуть не ушли и включали на электричку. Хотя нам нужно было на метро. В общем, следите, 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 куда вы ходите в метро. Иначе можно потеряться. И ходить не помню. Приехали мы в очередной раз к Саграде Фамилия. Это, наверное, моя третья попытка, чтобы попасть внутрь. То очереди огромные, то какой-то перерыв, то еще что. Вот сейчас попробуем наконец-то осуществить эту мечту попасть внутрь. А сейчас мы снимем клевый контент насчет того, какая очередь в Саграду Фамилию, а мы приехали в 1.46. Народу, кстати, до хренища. Это одна очередь, это вторая. Один групповой вход, другой индивидуальный. Вот, чтобы мы искали, где купить билеты. Встанем больше здесь? Да, наша третья попытка. Кажется, достроили уже эту тупу. Мы в прошлый раз ходили, и мы уже сяли, что это нельзя. Наконец-то купили билеты. Все оказалось не так страшно, как мы думали. Мы нашли какой-то пацаной вход, где нас пропустили. Причем очередь были мы, и все остальные были русские. Нам оказалось это подозрительно, но это уже не важно. Мы купили два билета на башне и сам храм. Самые дорогие билеты взяли мы, да? Я не знаю, насколько они самые дорогие. Но главное, что онлайн мы не купили. Совет номер два. Прокупайте онлайн билеты. Дешевле будет на 2 евро. И дешевле, и такие здоровые очереди. И скоро мы пойдем смотреть. А пока мы гуляем и ждем очередь. Потому что время у нас фиксированное на билетах. Они свободны. Сколько билетов получились у нас на двоих? 60 евро. Нет, не 60 евро, а 76 евро у нас получились. А, 76 евро, да. По 38 евро на человека. По 38 на человека, да. Все равно там. В 2017 году. И тут вообще точно так же прикольно. И мало того, что здесь росло деревья. Похоже, чем на сахару. Но Испания и зимой, и летом очень прикольная и красивая. Наконец-то попали внутрь. Заставили снять шапку. Обыскали как в аэропорту. Поло перев palavra. В авопорту можно выбирать colonок self. В авопорту для детей. Вот какая любовь, она sharing это. Тебя палец на какую-то башню? Башню в России. Башню в России, с Дашей говорили. Что там еще рассказывает дальше? Кто? Гиди, что рассказывает? Я все прослушиваю. Вот и гид неинтересный. Гид шляпа. Так, идем дальше. Узкая, узкая лестница. У нас шикарный литер в Барселору. Идем дальше вниз, иду за Дашей по этому узкому туннелю. Прекрасный вид был, конечно. Особо там такого вау ничего нет. Но все-таки прикольно было. В конец. В конец, да? Ну, мы сейчас вниз идем. Так, я надеюсь, мы не на первом этаже вниз так пойдем. Короче, еще идти к Птицу. Сюда посмотреть. Там еще и даже 50, наверное. Честно. Короче, этот вид изготовленных маршрутов весьма, мне уже, честно говоря, так. Поваривали. Ну что, спускаемся? Честно, мы сейчас мы идем. Сколько Такой красивый город и такие вот эти мусорные контейнеры, да, адские, просто вот это говно огромное стоит, такой серого цвета, вообще жезнь. Эх, здесь уже весна. Эх, здесь уже весна. Эх, здесь уже весна. Так, мы куда же едем, как называется? Тибидаба. Так, мы едем в Тибидабу. С Кириллом она все расскажет, покажет, ехать, наверное, недолго, да, минут? Ну, минут 15, я думаю, может быть, 10 даже. Едем на гору Тибидаба, где у нас находится армянный храм, называется храм Тибидаба, или второе его название храм Святого Серга. А вот к концу 19-го века по Барселоне прошел слух о том, что группа каких-то бизнесменов желает выкупить вершину горы Тибидаба и построить там казино и парк развлечений. Это был скандальчик, наверное. Ну, это совершенно не понравилось местным жителям. Скажем так, Каталония была намного более религиозной, чем сейчас. И после долгих предприятий по этому поводу всю вершину горы Тибидаба выкупает советовали царей Барселоне. Почти, на самом деле, поднимается лифт. Ага. Непонятные дни. То ли ты, то ли ты. А последние пять этажей вот это? По лестнице. Не, ну мы поняли, что тут же не скалолазный какой-то взгляд. Ага. 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 Чуть-чуть ближе сюда буквально, на километрах. А ты оттуда поехал на велике? Е-мое. То есть первый раз я доехал до середины Барселона. Потому что я немножко неправильно оделся. Второй раз я думал, что я оделся правильно. Но понял, что сделал большую ошибку. Я доехал до подножия Тибидаба и понял, что не ноги выстрелились. Я знаю, я тоже велоспортом пытался заниматься. А вот уже в третий раз я таки оделся правильно и я таки поднялся. Кошмар вообще. Это челлендж еще три. Ну, ребята, поднялись. Это как бы, это был хороший тренировок. Ну да. Большинство тренировок здесь это для детей, скажем так. От четырех до десяти. Ну понятно. Взрослые аттракционы. В Испании вообще любят эту карусель. А вот ее где-нибудь. Клар де Марина стоит вот. Ну, здесь коровы. Для взрослых здесь, я сказал. Колесо обозрения. Тибидаба очень популярна. В выходной день тут не протолкнуться. Серег, помнишь эту нашу карусельку? Ее же снесли, да, в патте горького? Ну, вообще, это у меня стало традиционно помню. Ну, вот раньше была вот такая. Была, да. Касса Милар. Касса Милар. Все дома. То есть, касса это владельцы? Нет, касса это дом. Именно дом. А, дом. Касса это дом, то есть? Дом коров. Дом Милар, да. Дом Больё. Дом Больё. Дом Больё. У нас из своих собственных зданий, из своих предприятий шикарных. Ну да, здесь очень хорошо. Аттала виста, бэйби. Угу. 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 Смотровую еду тоже можешь попасть? Да. Угу. 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 Там вторая. Угу. А, то есть он там прям третий. Да. Прямо, прямо у поднона. Класса. Угу. Угу. А, ну, угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первую кноповую площадку. Нет, мы поднимаемся вот на эту, на 538 метров. Вот на эту. И потом дальше. Дальше подпочек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть вставайся на площадке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это башня телевизионная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже самолет настоящий, то есть он двигается за счет своего винта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, это самая высокая точка, на которую можно забраться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо с твоему подножию Иисусу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, стань прямо под Иисусом. Выше только Бог, как говорится. Странно, вот высоко, да, ветра нет почему-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иисус конечно же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как-то на горах, наверное, погода сейчас у меня есть. Ну, наверное, сейчас здесь 15 минут, когда налетит ветер и тучка. Ну, тучек не видно. Ну, наверное, легко может зацепиться в тучках, но можно оказаться в лучшем обороне. А где-то отзывы? Какие детали? У меня тоже еще есть. Мне даже не нравится. Спасибо. Здесь очень много. Это самая первая часовника, которая была построена вот на этом месте, да? На дереве. Да. И со стороны прорезь, вот, если там будет видно, там фотография, как все это выглядело в те времена. Монетка пойдет на пол. Дашка сейчас нашла дырку какую-то, будет кидать монетку и загадывать супер желание. Дашка не нашла дырку. Она здесь и была изначально. Поэтому сейчас берем монетку, кидаем и загадываем желание. А, вон она упала туда, вон она лежит. Куча монетка не выпадает оттуда, прямо туда. Так, а как называется? Куда мы сейчас идем? Колония Гуэль. Детсадовцы прут на прогулку. Толпа их, не знаю, Чехсто, наверное. Это школа, а не садик? Да. Нет, это школьники, это премария. Это довольно большой. Буквально. Здесь, здесь. Слажало. Мы делали между двумя двадцать. Один танк, второй танк. Фабрика, когда стояла за ним. Ну так, здесь такое видно, прямо ретро. Здесь живут обычные люди. Обычные, что ж? Ну, местные. Местные. Местные? Местные, обычные люди. В этом не людей, это не... Гараж дают. Подпись на себе гараж. В колонии Гуэль. Спасибо. В колонии Гуэль. В колонии Гуэль. Спасибо. В колонии Гуэль. Да. Вот там эта колония, да? И вот, в этой колонии, вот эта трава, тут, вот это вот. Вот такой маленький статист. В фабриках, было вот как, вот, там вот так. а фабрика где сама была по диагонали за городком фактически проходили через парк это вот тоже 5 детей можно как бы не барселона все рядом так ну барселон до бассейна Здорово очень. Мэрия Санта-Коломна-Ди-Цервио поддерживает, да. Смотри, как красотка. Как будто в глазах не просмотрит. Восьмое марта в Барселоне. Феминистки вышли на улицу и прямо идут по главной улице. Ну, не по главной, но по большой улице. А что написано? Забастовка. Забастовка. Такие все молодежь идет веселиться, короче, так понимаю. Ну, это какой-то университет выше улицы. Восьмое марта. Менты окружают какие-то бабки, они сидят, все их охраняют, да? Да. Да. И это восьмое марта окружается в Барселоне таким образом. Здесь проходят митинги протестящих, которые отстаивают свои права. Феминистские женщины, они ничего не определяют, ни у них требования, просто собираются, их охраняют, где вот потасовывают, и на этом все. Ну что, после экскурсии мы с Дашкой решили сегодня пойти в аргентинский стейк-хаус. Вот такое мясо принесли. Попросили зажарить как стельку, но оно правильно поджарено, все равно немножко розовое, это все как положено. Сегодня 8 марта. Да. Давай. За 8 марта, за да. Газец сувениров какой-то. Да, это живые медведи почти. Что здесь? Здесь кусочек индии, ну что такое? Плавец. Ну что, сувенирка, да? Ну да. Да, это хлеб, который любит за меня, он испугал. Я что-то нечего любила, что он делает, собирается. Прямо так. Еще аромат. Дальше я не жду и машину. Мамо ушки тоже не было. Я не знаю. Я такое видел в разных странах, да? Да. В отдельности, да, как будто. Как будто вот. Таблички в Доминикане, сувениры, все демоны. В Индии полно. В Индии полно. И они голубые и не пиздят. Здесь да, такое честь со всех стран мира собрано. Какие-то не критята. И индийские слоны. Ну что, это наверное последний завтрак в Барсегоне. Завтра мы улетаем. Ну вот так примерно всё это выглядит. Дашка с какой-то булкой. Моя булка. Капучино. Капучино у них отличное, да? У них кофе вообще шикарное. Да, везде. Не знаю, если куда-то придешь, везде отличный кофе. Так, кофе у них хороший. Идем по Раламбла. Правильно я говорю? Раламбла. Это центральная улица туристическая, типа нашим Арбата. Народу, конечно, пипец. Сегодня выходной день, суббота. По-моему, все туристы, все испанцы пришли сюда. Да, не знаю, зачем. Главное непонятно, что здесь делать. Вообще непонятно, что здесь делать. Все ходят, тупо и туда-обратно. Из лица, например, олег. Все человек ходит на ноги. Такие сувениры, билетики. Да, это лотерея. Да, у них лотерея очень популярна. У них очень много будок с билетами. И многие покупают. Я вижу постоянно. Наверное, испанцы, азартные народы. Прикольные магниты. В них там растет живой кактус. Короче. Цветочки, он сказал, не настоящие, а кактус пожилой. Вот, нашли мы рынок про Кирии, по-моему, если я не ошибаюсь. Сегодняшняя цель нашего похода, это этот рынок. Следим за вещами. Следим за вещами, идем на рынок смотреть, что тут вообще подают. Это очень известный рынок в самом центре Барселоны, как бы. Тут лютый пипец, короче, с народом. Ванны не потеряются. Если что, встречаемся здесь, около входа, вот здесь. Хорошо. Ванны. Вот она, санкционочка-то, да? Да. В Москве это стоит каких-то фондских денег, да, как бы. Здесь, в принципе, все достаточно доступно. Ну да. О, колбаса. Это не колбаса. Ну, я не знаю, что это, но это стоит 6 евро. 6 евро, 6 на 8, 48, 480 рублей. Всякие сладости. Прямо здесь можно выбить пивка. Давай завернем куда-нибудь. Специи. Орехи, всевозможные, сфопрукты. Народ прямо здесь сидит, ест, пьет пиво. Это клубника в шоколаде за 3 евро. Всевозможные коктейли. Это свежевыжатые, да? Клубника у них, конечно, размер нереальный. Помидоры, достаточно, какие-то нормальные, как бы. Ну, евро. То есть, 70 рублей, 75 рублей килограмм. Яблоки то же самое. Сейчас, Сережа, я хочу немного оплатить. Thank you. Вот такую вот клубничку прихватила Дашка. Зелень, половину зелени, я не знаю, что это означает. Эскимала. Там морепродукты. Морепродукты. Раки, крабы. Клеветки 3,5 евро за килограмм. Клеветки здоровые, как кони. Так, 3,5 евро это, ну, 200 с чем-то, 280 рублей где-то. Но креветки большие, не как у нас. Лангустины. Лангусты. Всякая вот такая ерунда, которую я даже не знаю, как есть. Крабы. Крабы. 12 евро, грубо говоря, за килограмм. Креветосы. Ну, это какие-то салатные креветки, я не знаю. Утрицы. Это я не понял, что это такое, какое-то вот растение, или что это? А, там какая-то шняга живет внутри, смотри. В этих трубочках. В этих трубочках кто-то живет. Да, может сразу готовые взять уже приготовленные. Они их отрывают, что ли? Это с тунцом. Пирожок с тунцом. А это ноги черепашки, что ли, да? Блин, в натуре это ноги черепахи. Что-то мне расхотелось уже здесь. Эх, всевозможные нарезки. На самом деле у хамона какая-то разная есть свое качество. Я не знаю, не разбираюсь, но он не весит. Но это всегда одинаково. Ну, я думаю, что просто с разных частей, наверное, сделано. Дашка пожарает. Вот так я и думал, так я и думал. Эх, колбасы, колбасоны висят. 3 евро, 2 евро, 7,50. Абсолютно разные, в общем. Просто дожди меня, но ему помогут. Хорошо. 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 Узна. Так и знал. Маленькая чушка. Маленькая чушка. Обалденная. Мясо там, видно, мясо хорошее, да? Такая цена нормальная, но это, наверное, того стоит. Ну, смотри, какие котлетки. Да. Возьми с сыром. Возьми с сыром. Возьми с сыром, да. Возьми с сыром. Нет, у меня ту ту одну возьми, и все. Сиди в одной компешке, что-нибудь попробую. Сидишь, убираешь, что тебе нравится. Сидишь, убираешь, что тебе нравится. Берешь в инсанкт, рука. Прямо по тебе все готовят. Дашка испугалась. Поставили сам, говорю, ведро целое. Дашка такая, это не мне, это не мне, это не мое. Оказалось, куда? Все-таки ей бокал. А вот и мое вино подоспело. Смотри, у них какой-то целый ассортиль. У наших соседей. У наших соседей обалденный ассортиль. Посмотри, посмотри. Да, вообще крутяк. Китайцы знают о еде. Не важно. Так, мы что заказали? Мы креветок заказали, да? И Дашка ест в свой пакетик, который принесла с собой. У меня что-то странное, там, мытокленное. Это кусок льда. А, это лес? Я не записал тут. Давай. Отличное вино. Где не возьмешь вино? Можно за 2 евро взять. Можно за 5 евро. Можно в хорошем магазине. Можно в дешевой кафешке, где вино будет отлично. Получается. Ямпан! Ооо, спасибо большое. Это вкусно. О, выглядит вкусно. Еще раз. Спасибо. такая здоровая важна за пока пока ничего болей конечно серёга пробует креветки мы сейчас сидим в кафешке на рынке ну чё серёг с лимончиком не знаю только говорится водит кредитов даже ничего здоровый толстый француза работа со спектрами ну давай пробуй лучше чем в индии ну наверно да просто там большие какие-то не помню я иду в гамбе ох какие ну-ка да хорошая креветка особенно с вином хорошим это просто не удовольствие так представим счёт это 30 евро получился большие креветки два бокала вина сангрии капучино в принципе нормально да выходишь с рынка трава попадая в старый квартал живут в ухода сушит бельё чей-то байк стоит то есть такой рынок прямо находится в жилом районе народу дофигище просто просто дофигище народу на эти дупой если даже не сказал что они живые я бы не поверил понимаете как как так вот пищит их противника как-то не человек так это мы что дальше до конца улицы ла рамбла наконец-то я выговорил бибрежный район здесь рядом море но это чувствуется да потому что такой запах пошел ветерок морской до погода на кого здание красиво ли здесь видно что такое все старое времен колумба я сказал такая вот стала крутое здание да вообще да рынок от себя черномазы торгуют по ровным скорее всего так ну что мы подошли с нужной стороны это порт и походу корабли для прогулок Какой-то местный рынок, где местные торгуются барахлом. Значки, старые книги, фотографии. Не знаю, кто купит эти очки, потому что они явно абсолютно левые. Майки из сумки, цветон, китайские кроссовки. В общем, если нужен любый цветон, задешево, то можно прикупить прямо здесь. Дольчагапана. И стоит такой с веревками, чтобы спрят менты, чтобы сразу что-то дернуть и скрыться в неизвестном направлении. Какое-то шоу идет, не знаю, подошли, мне не понятно, что происходит. Но вот эти ребята, все нормально так затарили себе. А, вообще не прыгает. Взяли автобус туристический, такие как в Москве ходят, двухэтажные. Нашли такой же автобус в Барселоне. Вот сейчас едем, катаемся. 30 евро, наверное, у человека, но это навезли. Сможешь ехать в Ходж, уходить не хочешь, а садиться повторно. То есть такое интересное занятие на самом деле. Можешь охотно снимать. ПОЕЛЬНИЕ Субтитры сделал DimaTorzok Это одна из центральных площадей Здесь вдалеке от Колисей Сейчас он, конечно, не рабочий Там уже находится магазин Такая большая очень площадь Собирается много испанцев Сегодня здесь какое-то Было соревнование, походу Эти башни, как в Венеции, стоят Иж такие же Здесь то ли забег сегодня был То ли велогонка, непонятно Там все огорожено Народ зрителей стоят Чего-то ждут Что скажешь, Дарья? По туристике, это круто! Что ты про Колисей скажешь? Я ничего про Колисей не скажу Потому что мы просто строим корриды Это в торговый центр и все Это вторая площадка, крупная Первая находится на станке метро Монументаль Мы сейчас сюда поедем Корриду превратилась в Испанию в 2011 году И только один образец остался Который можно зайти как музей И посмотреть, как все осталось Как все было Так, вот в метро продаются пирожники А вот здесь уже поезда То есть у нас такого в Москве нету Это наш заключительный день в Берселоне Завтра мы уже стартуем в аэропорт с чемоданами А сейчас мы пока расслабляемся с Англией Вон, Сережка себе красненькое вино взял Ну что могу сказать, ребята Отдыхать здесь круто, интересно, весело Всегда что-то новое На любом месте, на любом промежутке Всегда какая-то движуха Всегда что-то происходит Все какие-то впечатления У нас за неделю масса впечатлений Кому бы мы здесь были месяц или два А всего мы здесь были на неделю Я бы сюда еще раз приехала в Берселону И еще бы нашла чем заняться Реально, потому что мы не все успели смотреть Здесь можно всю жизнь прожить, да? И не посмотреть всю Берселону, грубо говоря Настолько интересный, разнообразный город, что здесь Ну да, просто можно засесть в ресторан А в Писандрию и ни хрена никуда не дойти Это да, можно Мы доехали до аэропорта Сегодня просто какой-то чудительный день Сегодня марафон в Барселоне Перекрыли все дороги Мало того, что перекрыли Отменили аэрбасы На почти всех известных нам остановках Да, площади Катауси На площади Испании Объявления расписаны так И написано, что понять, что их отменили не сразу можно В итоге мы бегали с этими чемоданами И, кстати, испанцы хреново знают английский Малою вообще не понимают, что я спрашиваю Хотя там три фразы State, аэрбас, ну как бы Не, но, но Не понимают В итоге мы решили взять такси И приехать сюда на такси У них все такси официальные, с чеком И, кстати, мы достаточно быстро доехали Но нам какую-то опять дорогу Менты перекрыли В общем, как-то все постоянно Очень тяжело происходит все И ехали мы, кстати, с пакистанцем Который начал дорогую политику И сказал, что наш Путин Очень хороший на себе Спасибо за субботу Нормально, так, около нуля И жарко, да? Похоже на плюс пять чего-то Похоже на минус два Дашка впала в спячку Эй Да, улыбаться, но У нас теперь прилетит Дашка уже пончик оторвала какой-то Ест, и после уже пьет Ты еще четыреста такси стоит, да? Это из Домодедова? С Трогинова? Да А что так дешево? Не знаю Как тебе погода, Даша? Нормалек Ну сколько сейчас? По ощущениям где-то минус два Ну, 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 плюс два вот так, да? Да Пара идет изо рта Да Ну, вообще, так, спасибо Перепад такой прослотный Играл все на двадцать, да, получается? Да В общем, там, конечно... У нас не было организации, да? Да, вроде нет Мне тоже такси Ну, ладно, все, мы ждем такси И даем булку И едем домой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok